Братишка, вот что тебе в том году подарила твоя девушка? Носки и пену для бритья. Мне то же самое. Может в этом году реально скажем, что нам нужно подарить? Друзья, привет! Меня зовут Никита Кислов, я тренер по плаванию. Сегодня мы находимся в большом спортивном магазине. И сегодня я расскажу, что подарить парню, увлекающимся плаванием. Я покажу два пакета побюджетнее и чуть подороже. Погнали, будет интересно! Йоу, теперь мой ход, брат, кот, дверь, город, Барков, меня продал Дугу, Берков. Теперь мы все эти женщины. Погнали! Начинаем с бюджетного пакета. Сюда у нас войдут шлепки, плавки, очки и шапочка. Что касается шлепок. Их на самом деле очень много, но есть одна классная, супер бюджетная, супер нормальная модель. Это модель от Джоса. Стоит 499 рублей. Я сам в таких тренируюсь, неубиваемый. Даже если вдруг вы их где-то потеряли или забыли, их не жалко, пришли новые за 499 рублей, купили. Это берем. Также есть важный девайс, который нужен в обоих пакетах. Если у вас позволяет бюджет, это специальная резина для пловца. Также она называется резина лыжника. Для того, чтобы ваш парень отрабатывал правильный грибок, правильный захват воды на суше, либо разминался перед тренировкой. По сути, есть разные резинки. Они помогают нам закреплять правильную технику. Их абсолютно много, но нам больше всего подойдет вот такой эспандер. Он стоит 1199 рублей. Длина его 3600. Это мы тоже берем с собой. Все ссылки на то, что я сегодня показываю, я оставлю в описании. Погнали дальше. Нам надо идти к плаванию. Плавание у нас находится на втором этаже. Где оно? Плавание. Вот оно. Погнали наверх. Вообще, на самом деле, я первый раз в таком огромном гипермаркете. Два этажа. Спортмастер про. Абсолютно все виды спорта. Абсолютно разные бренды. Тут просто можно потеряться. И находится этот магазин на Варшавке. Тут должно быть два больших корнера с плаванием. Мужское и женское. Судя, потому что здесь купальники это женское. Так, это нам не подходит. Милые дамы, это отдел для вас. Он нам сейчас не нужен. Шлепки мы выбрали. Резинку мы взяли. Я думаю, что нам надо начать с плавок, а потом мы пойдем на очки. Так, это дети, это дети. Вот у нас начинаются плавки, очки. Когда вы будете покупать плавки своему парню, сейчас практически не популярны, если мы говорим про любительское плавание, плавки в виде трусов. Потому что многие любители, многие мужчины стесняются плавать в таких трусах. Поэтому я строго рекомендую покупать либо джамеры, это такие до колена, либо тоже боксеры, они как полуколены. Соответственно, сейчас мы будем искать модель в виде боксеров, которая подойдет. Очень важно. Профессиональные плавцы, многие плавают вот прям вот в микроплавках, на тренировках, потому что якобы они уменьшают сопротивление. Нам же для обычных любителей, если у вас парень просто занимается плаванием как хобби, или вообще хочет пойти в бассейн, ему нужно, чтобы его это не стесняло. И поэтому вот шорты или джамеры, они будут как раз. Сейчас я покажу классную модель. У меня есть такая же. Из бюджетных моделей должна быть вот эта модель и вот эта модель. Jaws Aqua Force. Ее стоимость 1899 рублей. Ну так себе она, конечно, бюджетная. И вторая модель Jaws. Не знаю, как она называется. Ее стоимость 1679 рублей. Кстати, она по скидке 2300 стоила. Эта модель, как я сказал, боксеры, они прикольные. Также есть джамеры. Это еще на несколько сантиметров, там, 5-10 подлиннее. Они прям идут в обтяжку для обтекаемости. Довольно популярный, в принципе, фасон, потому что, ну, все в таких плавают. Что тут классного? Хороший материал, прикольный рисунок такой со спортивным отливом. То же самое касается красной модели. Прикольно. Можно затянуть. И, в принципе, этот материал хорошо облегает вашу ногу. И плотно, ну, мышцам будет в них комфортно. Вот. Это что касается бюджетной модели. Я бы из всех этих взял бы, скорее всего, вот эти две. Погнали дальше. Нам надо выбрать шапочку. На самом деле, что-то я тут не нашел шапочки. Либо детские, либо уже все разобрали, потому что, может быть, не сезон. Но вот эта шапочка за 499 рублей в принципе очень круто тянется. И как бы комфортно сидит на лице, на голове. Довольно такой мягкий силикон. Берите черную, не ошибетесь. Если будут какие-то другие цвета, можно взять. Просто вы должны знать, какие предпочтения у вашего парня. Потому что сейчас вообще глобально идет тренд на цветастость. Многие хотят как-то выделяться, что девушек касается, что парней. Но если у нас получается, что такой бюджетный набор в черном стиле, ну уж его так и собираем. Я также не советую экономить на плавках и брать самые дешевые. Потому что на самом деле их материал прям, ну вот он просвечивает. И через сколько-то раз использование в бассейне могут быть такие дырки. То есть вот этот материал, который я показал, такой более профессиональный вот в этих двух моделях. Он, конечно, классный и он более устойчивый. Вот. Его строго рекомендую. Не экономьте на плавках. Мы переходим к очкам. Давайте я сразу покажу, какие очки не стоит покупать. Первое. Довольно частая ошибка всех любителей плавания, а также когда делают подарки, приходит в магазин и видит красивые такие яркие очки. И думает, блин, круто, прикольно и так далее. На самом деле эти очки неудобны. Несмотря на то, что они стоят 2000 рублей. Хотя я считаю, что на очках не надо экономить. Но представьте, у вас будет такая большая маска. И всей этой маской, всей этой площадью вы будете во время плавания тормозить. Это очень неудобно, это очень большая. Она довольно будет тяжелой, потому что за воду будет цепляться. Вот такой формат масок и такой формат очков я не рекомендую приобретать. То же самое касается вот этой модели за 1700 рублей. Смотрится классно, но по факту, ну прям, не очень качество реализации. Если вы сблизи посмотрите, как какие-то текстуры непонятные, как будто вот прям китайские-китайские очки. И также в этой модели, не вздумайте ее покупать, есть один минус. Если вот эта штучка вылетит, вам очень сложно ее вставлять. Поэтому строго не рекомендую, вообще запрещаю покупать эту модель. Также я не рекомендую убрать очки, у которых жесткая переносица. Потому что у каждого человека своя толщина переносится. И не всегда даже сменные переносица могут попасть под размер носа. Поэтому из всех этих моделей, представленных здесь, это в бюджетном сегменте, можно посмотреть вот такую модель. Она более-менее классная. Но вообще всем рекомендую. И у меня у самого, вот эта модель стоит 999 рублей. У меня у самого вот эта модель за 1199 рублей. Топовая модель. Я просто за нее двумя руками. Берите, не пожалеете, суперкомфортная. Вот это очень удобная модель, потому что есть удобный, быстрый регулируемый ремешок, который в случае чего на тренировке вы быстро нажали, подтянули, и вам удобно. Форма очков просто удобная, хороший обзор. Наверное, вот таким обзором я их вижу. Они немножко тонированы, они хорошо сидят на глазах, и их можно использовать как в бассейне, так и на тренировках на открытой воде. Также плюс этих очков в том, что у них довольно большая и комфортная резинка, что позволит там 45 минут, час вообще плавать без остановки и забыть про очки, что они вдруг как-то мешают. И еще у этой модели, в принципе, у всех моделей, есть антифок. Поэтому передайте, пожалуйста, вашему парню, даже когда вы подарите, чтобы руками, пальцами не трогали, потому что напыление антифок может смыться, и они потом начнут потеть. Поэтому пока они новые, первый месяц, первых два, нужно внутри очки не трогать. Итак, по первому пакету. Шлепки 499 рублей, резина 1200 рублей, плавки 1679, потому что мы решили на плавках не экономить, очки 1199, и шапочка для плавания 449 рублей. Итого у нас получилось 5026 рублей. Довольно неплохо для бюджетного набора. Но если вы опять не укладываетесь в бюджет, то уберите резину за 1200, и у вас набор получится 3800 рублей. Плюс-минус где-то так. Ну, а теперь пойдемте выбирать второй, более дорогой пакет. Второй пакет мы также начинаем со шлепок. И сюда у нас попадает профессиональный плавательный бренд Speedo. Это английская марка. Вот такие сланцы, шлепанцы. Они стоят в районе 2600 рублей. Конечно же, они более прочные, более надежные, более вот здесь все проклеено и прошитое, и по идее должны быть более долговечны. Этим обуславливается цена, которая дороже. Также сюда добавляем ту резину, которую мы добавляли в первый пакет. Просто еще раз я ее не буду снимать. Вообще сейчас идет тренд вот на цветастые плавки, но лично мне не одни из них, ну, как бы, не очень мне нравятся, и я бы из этих никаких не рекомендовал. Если мы говорим про хороший качественный пакет, я бы, наверное, из всех здесь выбрал бы вот эти плавки. Они похожи на качественную профессиональную модель. Они из такого материала. Это какая-то лайкроссмесь с чем-то. Это у нас бренд Спида. Сейчас эти плавки стоят 4159 рублей. Смотрится дорого, смотрится богато. Несмотря на то, что черный цвет, вот эти вставки в виде граффити должны классно смотреться на плавце. Кстати, тут очень много бренда Фила, Фила Свим, но это больше не спортивное плавание, больше такое прям любительское, пляжное, отдых, шортики. Поэтому Филу я даже просто не смотрю. У нас остались очки и шапочка. Но раз мы уже пошли по красоте, то давайте очки и шапочку тоже уже не будем экономить. Выберем реально цена, качество и дорого, и богато. Так, из шапочек. Их есть два вида. Есть полностью резиновые, есть немного тряпочные. Если ваш парень любит больше комфорта, дарите ему тряпочную шапочку. Если он любит такую скорость, четкость, хочет интенсивно плавать, я бы рекомендовал подарить ему резиновую шапочку. Допустим, себе бы я взял, наверное, вот с таким принтом, потому что хочется какой-то яркости. Не хочется быть серым, черным и так далее. Это у нас бренд Спида. Цена 2199 рублей. Как я и говорил ранее, все ссылки на то, что я сегодня смотрю, мерю и отбираю, я оставлю в описании. Ну и здесь у нас рядом очки. На самом деле много разновидностей. Если вы хотите, чтобы ваш парень был прям спортсмен, спортсмен и так далее, дарите ему так называемые стекляшки. Они так и называются, потому что здесь нет никакой резинки, никакого обдюратора. Сразу пластик к глазу. Профессиональные пловцы плавали, и некоторые плавают сейчас в таких очках. Любителям я такое не рекомендую. Вот. Если же возможность позволяет, то можно купить модель Fastkin. Это вообще одна из самых дорогих моделей, которые бывают в плавании. Стоимость ее около 8 тысяч рублей. Но она, конечно, ребята, космическая. Она классно подходит и любителям плавания, и профессиональным пловцам. Мне даже жалко доставать ее из коробки, но она прям смотрится сочно, мощно, и на лице круто сидит. Сразу видно, что по качеству материала это вообще супер топовые очки, потому что бренд Спида это мировой бренд. Известный на весь мир. Мне даже жалко доставать ее из коробки. Ну, ребята, это, конечно, космос. Это супер профессиональные очки. При этом довольно они комфортно сидят на лице. Обзор заточенный вперед на победу, на скорость, по материалу все очень классно. Но за такие деньги другого быть не можно. Итак, резюмируя второй пакет. Что у нас тут получается? Шлепки 2599 рублей, резина 1200 рублей, плавки 4159 рублей, шапочка 2199 рублей, и очки 8999 рублей. Итого, полная стоимость второго пакета 19156 рублей. Ну, конечно, если вы хотите сэкономить, уберите резину, и у вас будет стоить 17900. Но я думаю, что на таком объеме уже там бесполезно экономить. Почему второй пакет оказался таким дорогим? Во-первых, я вообще не экономил по ценам. Во-вторых, это топовый бренд Спида, международный, он очень известен в мире. И как бы они делают экипировку высшего уровня. Вот. Собственно, и, соответственно, цена на него довольно дорогая, потому что вы знаете, что возьми любую экипировку для профессионального спорта, она будет сильно дороже уровнем. Первый пакет дешевле, потому что он больше для любительского плавания, но для спортивного любительского плавания. Вот и вся разница. Ну что, дружище, теперь у тебя будет классный подарок. Не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал. Также, дорогие друзья, у нас у всех будет теперь классная экипировка. Не забудьте скинуть ссылочку вашей второй плавинке. Милые дамы, не забывайте радовать ваших парней. Ну и, конечно же, занимайтесь спортом, занимайтесь плаванием и всем классного дня. На этом все. Это был Никита Кислов Школа плавания SwimRocket. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok